В Молдовском сельском округе проживает больше 15 тысяч человек. Благоустройство проводится во всех восьми селах. Подключились и садоводческие товарищества. Порядок наводится на придомовых территориях. Жители обновляют свои заборы, опорные стены, а устаревшие аншлаги заменяют на новые. Решается вопрос по замене дорожного покрытия на ряде улиц, а также проблемы газа и водоснабжения. В передовиках Голицыно, Лесное, Казачий Брод и Монастырь. Много работы придется еще провести и в других селах. Село Орел-Изумруд, село Липники, село Высокое. То есть работы у нас предостаточно для благоустройства. Глава города был недавно у нас с визитом, было очень много недостатков. Но мы сейчас это все дело, скажем так, устраняем. За выполнением всех работ следит территориальный орган самоуправления Молдовского сельского округа. Он существует с 2000 года. Но многие жители узнали о деятельности ТОСа лишь с приходом нового председателя. Николай Игнатов на своем посту с января. Помимо решения острых проблем, связанных с водоснабжением, поставки дров малоимущим многодетным семьям, председатель поддержал инициативу мэрии по вопросу борьбы с комарами. Рыбку гамбузию сейчас разводят жители нескольких частных подворий. Наряду с насущными делами уделяется большое внимание и творчеству. Наша задача заключалась в том, чтобы люди узнали о нас. Мы кинули клич, что будет постоянно действующая выставка. И попросили людей перенести свои изделия. То они с удовольствием согласились. И мы даже не ожидали, что будет большой такой наплыв. Свои поделки и рисунки принесли многие. И уже сейчас экспозиция насчитывает больше сотни работ. В ТОСе даже решили устроить конкурс на лучший хендмейд. Своим ноу-хау уже отличилась хозяйка этого дома. Ежедневно, начиная с 1997 года, Татьяна Кукуманова, как пчелка, трудится на своем придомовом участке, который был ей выделен администрацией города, как многодетной семье. Несмотря на оползневой склон, Татьяне Дмитриевне удалось создать фантастический цветущий сад-огород, где есть все, начиная от места отдыха до фруктов и ягод. Много очень плодовых деревьев у меня, где-то 60 с лишним, потому что семья и фрукты, ягоды, и ежевика у меня, тут же фасоль. В общем, сами все выращиваем, закручиваем, консервируем. Тепличка тоже, огурцы, помидоры. Еще у нас в плане банька, сауна, бассейн будет открыт, поэтому и площадка там для отдыха будет, чтобы посидеть. Очень нравится молодежи. Поддерживают хозяйство всей семьей. В доме живут 20 человек, и каждый вносит свой вклад в создание уюта. Местная администрация решила включить дом Татьяны Кукумановой в ежегодный конкурс по благоустройству. Стартовал он 10 января, а итоги будут подведены в конце года.